Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на заключительной торговой сессии этой недели. Впереди нас ожидает довольно активная торговая сессия. Она связана, опять же, с выходом данных по американскому рынку труда. И, безусловно, я думаю, что если для вас фундамент имеет какое-то значение, вы знаете, что это та самая статистика, которую по праву можно называть чуть ли не основным, ну одним уж из основных катализаторов для движения всех финансовых инструментов. И при этом мы вправе говорить о мощных движениях не только на классическом валютном рынке. На статистику по рынку труда, безусловно, реагируют также и фондовые секции, сначала штатов, а уже по цветной реакции потом и прочие региональные площадки. Ну и, конечно же, американская статистика сейчас будет влиять на доходность национальных казначейских облигаций. А ситуация на долговом рынке – это то, что переначивает, собственно, международные потоки движения капиталов, влияя вообще на все, что происходит в плане финансов. Ну вот немножко издалека мы зашли. Это все для того, чтобы не умилять ни в коем случае значение Non-Farm Perils, целого блока статистики от количества новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора до динамики темпов роста зарплатных плат. Я сразу хочу сказать, друзья, то, что вы можете обратить внимание на любое из этих подотчетов в рамках текущего дня, но я считаю, что все же больше акцент нужно уделить именно приросту зарплатных плат. И здесь логика, она не меняется испокон веков, поскольку рост зарплат влияет на показатели инфляции, соответственно, зная, что будет с инфляцией, ну или, по крайней мере, догадываясь о примерных изменениях, мы можем активно обсуждать перспективы денежно-кредитной политики. Сейчас по штатам, по экономике США нет каких-либо сакральных, скажем, истин, откровений о том, что будет с политикой Федрезерва. Мы знаем, что она будет ужесточаться. Вопрос только один, сколько раз до конца этого года ставки будут подняты. Соответственно, 2018 год на месте не стоит, мы, скажем, движемся вперед, вот завершили еще один месяц, по сути, я поздравляю вас с открытием июня. В июне состоится очередное заседание американского регулятора, которое будет приправлено пресс-конференции, и мы ждали как раз июньское заседание, как то самое, когда ставки будут подняты. Прогнозы не меняются, друзья, я думаю, что даже если каким-то непонятным образом, сегодня мы будем работать со слабой статистикой, я уверен абсолютно, что ФРС до конца этого года все равно оставит и сохранит свою приверженность как минимум к трем изменениям. Периоды всем известны июнь, сентябрь, собственно, и завершение 2018 года, декабрь месяца. Помимо данных по американскому рынку труда, сегодня нас ждет еще несколько отчетов, уже после, если статистика по рынку труда в 15.30, в 17.00 по московскому времени. Я рекомендую обратить внимание еще на индекс активности в производственном секторе, АСМ, индекс разгонной инфляции, взаимодополняющие показатели после динамики роста заработных плат. На ожидании можете посмотреть в любом экономическом календаре, убедитесь в том, что сегодня трейдеры настроены поторговать через рост курса американского доллара. Также хочется отметить, друзья, что у нас под закрытие торгового дня еще будет статистика от Бекки Хьюз по количеству нефтяных терминалов. Я думаю, что вы со мной согласитесь, что рынок немного подустал от обсуждения перспектив сделки аналитического пакта и сейчас реагирует на статистику. Вчерашняя торговая сессия явно доказала, что запасы выступили данные по ним основным катализаторам той разгрузки, которую мы, собственно, и наблюдали. Мы сейчас об этом поговорим. И хотелось еще отметить для тех, кто торгует британцем. Я не торгую в моменте фунтом, но хочу поспекулировать, поскольку, к сожалению, фунт, разочаровав меня, стал причиной серьезных потерь по депозиту. Сейчас я жду хороших уровней для того, чтобы вернуться к покупкам, но понимаю, что лучше не ссуваться сейчас в то нисходящее движение, которое происходит, тем более, что не так уж и много причин, чтобы объяснить эту коррекцию. Я жду, друзья, основополагающего разворота. И вот сегодня предлагаю вам последить за статистикой, а точнее за реакцией британца на выход данных по активности в производственном секторе. Это, собственно, отчет, который начнет сегодняшний фундаментальный, скажем, торговый день. Этот отчет будет убеганным по агентству 30 по московскому времени. Стоит отметить, друзья, что с сегодняшнего дня Соединенные Штаты Америки приняли решение об установлении импортных пошлин на сталь и алюминий в отношении Европейского Союза, в отношении Канады и в отношении Мексики. Но Мексика нам сейчас не особо интересна, в отличие от Канады и Европейского Союза. Поэтому, если кто-то из вас решил, что с негативом по еврозоне покончено, после того, как в Италии смогли договориться о правительстве, после того, как вышли данные довольно неплохие по инфляции, не нужно делать опрометчивых выводов, потому что после решения Штатов все-таки активизировать свою торговую протекционистскую активность в отношении Европейского Союза, у нас снова на передовую выходят вопросы, связанные с развязыванием торгового конфликта. В этом торговом конфликте сейчас уже активно фигурирует большая часть ключевых регионов. И, разумеется, трудно представить себе, чтобы европейская валюта, еще и на фоне возможных ответных мер Европейского Союза в адрес США, сейчас пользовалась поддержкой и росла. Ну, это был бы самый настоящий нонсенс. Если чуть детализировать то, что у нас происходит по евро, мы с вами следили за тем, как обстоят дела с точки зрения политических рисков. У нас была тема, связанная с Италией, у нас была актуальная тема, связанная с Испанией. Она, кстати, остается сегодня в центре внимания, исходя из политических рисков. Безусловно, это голосование по вотовому недоверию премьер-министру Испании Рахою. Если дело дойдет до все же положительного решения, то распродаж евро не миновать. И сейчас европейская валюта снижается. Я думаю, что это отчасти отражение тех рисков, которые дуют в связи с этими политическими угрозами. Что касается Италии, я думаю, что вы все уже в курсе. Если два дня назад мы с вами коснулись темы того, что представители партии Лиги и Пятизвезд выразили, продемонстрировали намерение, желание сформировать коллекционное правительство, стали следить за этим фоном, то вчера решение фактически было принято. И сегодня, собственно, правительство будет приведено к присяге. Но почему же европейская валюта не отреагировала довольно неплохим ростом? Ведь вроде бы как закрыли вопрос с довольно существенным политическим потрясением. Я вам объясню. Дело в том, что евро сейчас не может воспрять духом, потому что к власти, как ни крути, пришли представители евроскептиков. Это ультра-радикалы. Соответственно, к власти пришли в третьей ведущей экономики Европейского Союза. И евроскептики это, по сути, та политическая элита, та власть, которая явно не поддерживает членство региона в рамках Европейского Союза. И демонстрация, опять же, контротношение к вот этому всеобъемлющему Союзу, я думаю, может начаться уже в самое ближайшее время. Первые звонки уже есть о том, что когда в рамках единой, скажем, политико-экономической ситуации мы знаем, что Европейский Союз затягивал, собственно, пояса, поскольку нужно было, действительно, снижать долговую нагрузку, мы видели, как повышались налоги, собственно, и ограничивались, урезались другие, скажем, социальные статьи, то представители нового сформированного правительства в Италии сразу же сообщили о том, что первым решением будет снижение налоговой нагрузки. Я думаю, друзья, что как только это случится, буквально через квартал мы снова вернемся с вами к колоссальному долгу Италии. Он, по-моему, превышает 3 триллиона евро. И на фоне этой политики Италии будет очень трудно вести переговоры с тройкой международных коридоров, потому что они сами у себя на уме. Это все равно, что Трамп, скажем, сейчас в Европейском Союзе. В данном случае Трамп внет свою политику и, собственно, политика евроскептиков тоже радикальным образом отличается от того, что проводится в рамках всего Европейского Союза. Я не хочу сказать, что так вот планомерно после ультиматума, который может случиться, возможно, даже к концу 2018 года со стороны тройки коридоров в адрес Италии, о том, что нужно сокращать расходы, иначе вы не соответствуете уже критериям и нормативам членства в рамках Европейского Союза, могут последовать такие же ультимативные заявления со стороны нового испеченного правительства о том, что раз вы не хотите помогать, тогда нет смысла сохранять членство Италии в рамках Европейского Союза. Все это может, в конце концов, привести к референдуму. Это, конечно же, негативный сценарий. Но вспомните, какой из самых негативных сценариев не отработался за последние полтора-два года? Все, что мы допускали, но сомневались в том, что это может произойти, в конце концов и реализовывалось. Начиная от Брекзита, от Трампа и, собственно, сейчас мы говорим снова о рисках, которые вроде бы как тоже вряд ли могут реализоваться. Я думаю, что при сохранении такой приверженности исполнения самых невероятных событий, реализации их, действительно, может дойти дело и до референдума. Поэтому, друзья, в отношении европейской валюты есть ли сейчас причины ее активно покупать? Совершенно нет. Потому что политика евроскептиков, все, власть уже, в России, кстати, очень часто называют такой политический строй пятой колонны. Власть уже в рамках валютного блока, с ней придется уже считаться, потому что, в конце концов, это новое правительство итальянское. И оно принято. Второй негативный момент, меньше он или больше, уж не знаю, это решение все-таки США вывести из исключения Европейских Союз и в отношении них тоже ввести вот эти импортные тарифы, пошлины, о которых мы с вами говорили. Ответные меры обязательно последуют. Сейчас, я думаю, что если будете копаться, найдете на рынке даже статьи, комментарии со ссылкой на состоявшийся разговор между Трампом и президентом Франции Макроном, где Трамп допустил возможность того, что если Европейский Союз сейчас начнет огрызаться, то, в конце концов, США ведут полное табу на поставку люксовых автомобилей из Европейского Союза. Ну, не знаю, насколько это правда, но все может быть. Соответственно, по евро не вижу причин сейчас бороться с нисходящим трендом. Он не просто так был начат, друзья. Он, скорее всего, будет усиливаться. Не значит, что евро с текущих уровней славится там в районе 1-10. Вы должны понимать, мы работаем с трендом и этот тренд сопряжен с откатными движениями. Но, в целом, я рекомендую всем, кто торгует ни внутри дня, ни внутри, скажем, недели, рассматривать евро только с точки зрения продаж. А в качестве цели, ну, как минимум, у нас впереди тестирование снова поддержки 1.15 и более глубокое движение. Доллар, японская иена. Что можно сказать про американца? То, что вчера у нас было очень много отчетов. Они довольно неплохие. Лично меня вдохновили на то, что все дальше будет неплохо для американца. Личные доходы на 0,6%, рост 0,5%. Кстати, показатель позапрошлого, получается, месяца тоже был пересмотрен с повышением. Личные расходы выросли на 0,3%, на 0,2%. Заявки на пособия по безработице, как и всегда, у нас минимальные уровни. С 1969 года хорошо, что этот отчет мы с вами получили перед выходом Non-Farm Perils. То есть, логично предположить, что если с рынка действительно выедаются последние запасы свободных трудовых ресурсов, то завтра мы как минимум, точнее не завтра, а сегодня уже будем говорить о сохранении уровня безработицы на минимальных значениях с 2000 года за последние 18 лет, то есть 3,9%. И если свободных ресурсов все меньше и меньше, ну пора бы уже вот этим остаткам, чтобы они шли на работу повышать заработные платы. Я думаю, что эта логика, друзья, отработает сегодня. Я думаю, что доллар должен получить поддержку. Получит эту поддержку, поскольку вместе с ростом заработных плат, даже по ожиданиям у нас сегодня ждет прирост на 0,1%. Тут же пойдут вверх доходности американских облигаций. Вот последний уровень выписал рост сегодня с открытия практически больше, чем на 1,5% и актуальная доходность 2,86%. Поверьте, сильных данных по Non-Farm Perils будет вполне достаточно, чтобы снова доходности в трежер свернулись, ну или максимально подобрались к планке в 3%. Я делаю большую ставку на Non-Farm Perils. Я верю в рост доллара. Я верю в то, что сегодня американская валюта сможет укрепить свои позиции, ну и, разумеется, оказать дополнительное давление на рисковые инструменты. Доллар, канадец, еще одна валютная пара, на которую я хотел бы обратить ваше внимание. Мы вчера с вами говорили о решении Банка Канады по процентной ставке, но неизменным осталось 1,25%. При этом из правительного заявления был убран комментарий о осторожности Банка Англии относительно, точнее, Банка Канады, дальнейших действий по изменению процентных ставок. Это для многих стало сигналом того, что Банк Канады готов начать следующий этап ужесточения политики, то есть готов поднять процентную ставку, но не сейчас, а чуть позже, в этом году. Ну, изначально, ну, я признал, собственно, да, такой новостной фон был, он стал причиной того укрепления канадца, который мы видели. Но настроение, как показал вчерашний день, крайне изменчивое. Мы, собственно, ориентировались с вами на то, что разворот может произойти довольно быстро, существенно и быть таким же динамичным. И делали ставку на то, что настроения трейдеров могут ухудшиться при выходе слабых макроэкономических данных. И темп экономического роста вчера не то, чтобы не дотянули до ожиданий, а вовсе оказались провальными. 1,3% с 1,7%. Я думаю, что Банк Канада теперь снова будет вынужден вернуться к выжидательной позиции, которая упирается в желание мониторить, контролировать, наблюдать и следить за тем, что происходит на внутреннем рынке и за тем, как потребители адаптируются к прошлым решениям роста заимствований. То есть могу сделать, возможно, немного опережающее перед дальнейшими отчетами заявления, но я верю также в то, что Банк Канады не изменит процентные ставки до конца этого года. И я абсолютно уверен, что канадцы нужно продавать не только поэтому, а потому что серьезно, кулуарно ухудшаются, обостряются игры политические в рамках будущего соглашения НАТО. Если раньше мы говорили о том, что переговоры затягиваются, но представители Канады периодически выбрасывали на рынок сообщения о том, что переговоры идут в конструктивном русле, соглашение будет достигнуто и это соглашение будет учитывать интересы США и Канады, то после того, что заявили США и после того, что сегодня вступают в силу импортные пошлины на сталь и алюминий из Канады, стало ясно, что США не так уж и открыты к диалогу. В конце концов, если Канада и получит новое соглашение по НАТО, оно будет прежде всего учитывать интересы штатов. Поэтому политический риск тоже, на мой взгляд, очевидный. Если мы сюда добавим еще и потенциальный рост доллара, если мы сюда еще и добавим снижение цен на нефть, возобновление коррекционной динамики, но совсем уж нечего найти, чтобы оправдать рост канадского доллара. Поэтому мы покупаем пару в доллар против канадца и делаем ставку на ослабление канадской валюты. Цель, которую мы должны сделать, друзья, в ближайшее время, это 1.33. И давайте немного вернемся к нефти, что происходит с этим активом. Закрытие, собственно, вчерашнего дня на уровне 77.68, сейчас актив чуть пониже, то есть отступили мы от максимума в районе 79, довольно резкое снижение после того, как вышли правительственные данные по запасам. Они не то чтобы повторили статистику от Американского института нефти, за день до этого у нас был отчет по росту запасов. Запасы даже превзошли по росту 3.6 миллиона, увеличились и объемы нефтедобычи. Напоминаю, что на рост активности ангеликанских сланцевых производителей мы делаем традиционно большую ставку, потому что чем больше нефти добывается в Штатах, тем больше нефти, соответственно, экспортируется. И чем больше экспортируется, чем меньше остается шансов покрывать потребность многих регионов, прочих производителей, которые, к тому же, сейчас не особо имеют возможность это делать из-за того, что они обременены условиями энергетического факта. Это, конечно же, страны ОПЕК и Россия. Поэтому с каждым ростом, с каждой неделей увеличения нефтедобычи в Штатах, с каждым приростом количества нефтяных терминалов, я задаюсь вопросом, когда же лопнет терпение у представителей ОПЕК, когда же дрогнет вот эта их непонятно чем обоснованная сознательность свято соблюдать строго, соответствовать обязательствам энергетического факта, и когда они все-таки усомнятся в целесообразности соблюдения вот этих обязательств даже до конца этого года. Возможно, друзья, мы до июньского заседания ОПЕК много раз еще будем работать со сменой рыночных настроений, но нужно уже определяться, как ни крути. Либо вы верите в то, что ОПЕК окончательно отдаст собственную долю американским производителям, ОПЕК больше не интересует, собственно, энергетический рынок, тогда вам нужно покупать нефть и ориентироваться на 100 долларов, а может быть еще выше. Либо вы все-таки видите очевидный конфликт интересов, который сейчас вышел в какую-то совершенно новую фазу, потому что цены находятся на таких максимальных значениях, на которых, в принципе, уже и не должен был находиться. И первые тревожные звонки, они уже прослеживаются. Я напоминаю, что буквально распродажи с 80 до 75, они стали первым признаком того, что рынок ждет вот этот сигнал от ОПЕК, что они больше не будут в полной мере соблюдать эти обязательства. Этот сигнал был в том, что Саудская Аравия обсуждала с Россией возможность увеличения нефтедобычи посредством небольшого смягчения ограничений, увеличения нефтедобычи на 1 миллион, для того, чтобы покрыть нехватку в сырьяном глобальном рынке из-за падения производства в Венесуэле. Но я думаю, что в большей степени эти намерения можно объяснить очевидным страхом перед еще большей экспансией американских производителей. В общем, ждем июньское заседание, ждем, что оно станет судьбоносным для нефти и, наконец-таки, сплотит медведей, которые давно уже ждут своего шанса. Рубль в связи с тем, что происходит с нефтью 62.40, 65, я думаю, что мы увидим уже до конца, собственно, 2 квартала 2018 года, тоже в соответствии с нашими с вами ожиданиями. Друзья, осталось только пожелать вам удачной, прибыльной торговой сессии. Напоминаю, что день сегодня обещает быть жарким. Контролируйте риски, это обязательно нужно. Если вы работаете с большей загрузкой, с большими объемами, но при этом эти объемы не оправданы вашим емкостью, ваших депозитов, вам нужно придерживаться также и тактики использования довольно коротких стопов. Ну, это ключевые правила риск-менеджмента, мы их сейчас не обсуждаем. Я очень надеюсь, друзья, что вы разбираетесь в этих правилах. Если вы делаете ставку на долгосрочные фундаментальные анализы, и так же, как и я, стараетесь адаптировать его к рыночным реалиям, заработать на этом, эти правила повторять вам не нужно. Еще раз повторяю, что сегодня у нас довольно насыщенный день. Остается снова пожелать вам результативного закрытия недели. Увидимся мы с вами в понедельник в 9.30 по московскому времени. Как и всегда, в прямом эфире будем подводить итоги уже текущей торговой сессии. Всего доброго. До свидания.